МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Елка желаний. Маленький житель Новочебоксарска получил подарок от главы Республики. Будущие страны. Одаренные школьники Чуваши побывали в образовательном центре в Сочи. С ветерком в Чебоксарах прошел фестиваль необычных транспортных средств. В Чувашии новый начальник управления ФСБ. Им стал генерал-майор Игорь Кобыличенко. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня с новым руководителем встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев. В органах госбезопасности Игорь Кобыличенко работает 29 лет. Имеет государственные награды, в том числе медали ордена за заслуги перед Отечеством. Уже состоявшийся, опытный и, так сказать, результативный руководитель, более пяти лет возглавляющий УФСБ по Карачао-Черкесской республике, он, безусловно, не просто разольет лучшие традиции, быстро войдет в курс дел, но и обеспечит эффективное решение стоящих перед управлением задач. Перед Новым годом исполняются самые заветные мечты. Семья Егоровых из Новочебоксарска сегодня в этом убедилась. Подарками к ним и их младшему сыну Трофиму пришел глава Чувашии. Не каждому в дом даже перед Новым годом может постучаться глава республики. К Егоровым Михаила Игнатьева привела заветная мечта родителей их младшего сына Трофима. 27 декабря в Москве в рамках заседания Госсовета под председательством Владимира Путина проходила новогодняя акция «Елка желаний». Руководители всех регионов России могли исполнить мечты детей. В Большом Кремлевском дворце они подходили к украшенным елкам и снимали светок шары, на которых были написаны желания детей со всей страны. В руки главы Чувашии попал новогодний шар с мечтой Трофима из Новочебоксарска. Мальчик очень нуждался в массажном столе. Вчера на елке, ну елка желаний, так же есть проект федеральный, соответственно, волонтеры нас подсказывали, соответственно, где наше там по регионам было распределено. Я нашел от Чувашской республики, от Трофима, вот так оно было оформлено, сами главное хочу показать, мечта, потому что вы, наверное, как оно было оформлено, не что-то написали, а оформление там волонтеры. И вот я когда нашел, в Чувашской республике, год добровольца написано, открывай, Егоров Трофим, три года, город Новочебоксарск. Я думаю, до Нового года надо исполнить, потому что на самом деле есть у дорогого, любимого ребенка определенные проблемы, поэтому это, наверное, вручу маме для истории, вашего родословия, для семьи. Там мечта была, хочет массажный стол. Массажный стол здесь. Так, ну, наверное, давай распакуем его. Сейчас развернем, соберем. У мальчика тяжелый недуг. В свои три года Трофим перенес десятки процедур по переливанию крови и, как осложнение, церебральный паралич. В таких случаях массаж просто необходим. Написать письмо желания маме Трофима предложил благотворительный фонд «Спасибо, что ты есть». Это волонтерский проект «Чувашии», который вошел в топ-10 лучших российских добровольческих программ и рекомендован к тиражированию по России. Я даже не предполагала, что это будет на Кремлевской елке. Я просто, мне предложили, можете написать свое желание и подать данные ребенка Трофима своего, значит. И я не ожидала, что именно все это воплотится, во-первых, и что именно выберут нас. Все были рады, удивлены, стали приходить звонки. Они говорят, что вроде бы у нас в городе только один Трофим, и это, наверное, ваш Трофим. Буквально пару движений, и стол готов для лечебных процедур. Мама делает Трофиму массаж несколько раз в день. Любой ребенок может загадать желание, и хоть одно из этих желаний может исполниться. И что глава республики может прийти в любой дом, поздравить особенно. Нам было очень приятно с таким особенным малышом. Это очень большая поддержка, очень огромная, дает силы. И ощущение, что мы не одни. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Сегодня в Чебоксарах открыли музей истории газового хозяйства. Среди первых посетителей глава Чувашии. Подробности в следующем материале. Музеев, подобных этому, в регионах страны единицы. В Чебоксарах его создателями выступили инвесторы. На стендах редкие снимки. Такие не найдешь ни в книгах, ни в интернете. На этом фото первый дом в столице региона, которому было подведено голубое топливо. В конце 50-х в Чебоксарах началась массовая газификация. Возможности появились только тогда, когда вступил в строй газопровод Немаева, Казань, Горький. После и поэтапная газификация районов республики. Приоритетную программу в регионе реализовали в сжатые сроки. Время показало, что без голубого топлива нет развития, отметил Михаил Игнатьев. Сегодня, с учетом того, что газ везде, могу доложить ответственно, мы вместе с вами запускали проект. 179 фельдшко-аккурсерских пунктов ввели в строй, в эксплуатацию в сельские местности. Плюс офисы, плюс учреждения культуры сейчас в сельские местности открыли. 25 мы должны, 10 уже открыли. 15 кинозалов – это тоже в сельские местности. А в городе для развития малого и среднего бизнеса, для строительства комфортных практически жилых, многоквартирных домов и для развития малого и среднего бизнеса провели новые газопроводы. Используем новые технологии. И ваш музей, канун Нового года, то, что открывается, это на самом деле история, в том числе вся газовая служба, все газовые хозяйства Чувашской республики вместе с нами работают на повышение качества жизни. В залах музея выставили и уникальную технику. При помощи вот таких приборов 50 лет назад определяли места утечки газа. А то, что мы делаем, это во благо будущего поколения, во благо памяти. Кто не помнит прошлое, у него нет будущей. И поэтому мы решили это создать. Для нас честь. Особое внимание в музее уделяется и вопросам безопасности. На этом макете воссоздали, что случается, если газом пользуются не по правилам. Вот. Для детей это очень хорошо. Не только для детей. Нет, мы... Или тоже бдительность очаряет, теряет, да, когда все хорошо. История газового хозяйства заинтересует школьников, уверены в музее. С этого дня начала заполняться и книга почетных гостей. Глава региона написал, что экспонаты его впечатлили. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Республиканская психиатрическая больница Чувашии признана победителем всероссийского конкурса в номинации просвещения в области психического здоровья. Активную работу в этом направлении коллектив больницы ведет три года. И результаты уже заметны. Первое, что сделали психиатры, изменили подход к профилактике. Сегодня упор сделан на просветительскую деятельность. Существует некое предубеждение в отношении психиатрии. И люди приходят к нам тогда, когда уже действительно большие проблемы. Но самое главное, чтобы не допустить вот этих больших проблем, самое главное сделать так, чтобы человек вовремя обратился к нам. И чтобы он не боялся к нам обращаться. И обращался тогда, когда у него возникают первые признаки психического отклонения. Что это может быть? Депрессия, бессонница элементарная, чувство тревоги, какие-то страхи. Это все, по сути дела, психические отклонения, которые могут быть кратковременны, с чем-то связанными. Но важно вовремя получить консультацию специалистов, чтобы эти небольшие отклонения не превратились в тяжелые расстройства. Врачи не устают повторять. Психические проблемы не синоним психического диагноза. Просто душевное здоровье, так же, как и физическое, нуждается в поддержке и коррекции. В арсенале психиатров множество средств и методик, но очень часто бывает достаточно вовремя сказанного доброго слова, внимательного отношения и профессионального совета, чтобы вновь начать радоваться жизни. Это и стараются объяснить врачи, выступая в СМИ, выходя в школы, проводя акции «Психологический диктант». Кстати, именно эту форму работы особо отметил главный психиатр России. 28 одаренных школьников из столицы Чувашии в этом году стали участниками образовательных программ Центра «Сириус» в Сочи. Биология, математика, физика, информатика, биомедицина, литературное творчество, проектная смена. Всего 7 образовательных программ. Каждая из них рассчитана на 24 дня. Одаренные школьники не только углубленно занимались по своим специальностям, но и участвовали в различных мастер-классах и творческих встречах. Ваше участие в образовательном центре «Сириус» придает, безусловно, и пример другим школьникам, куда идти, куда стремиться. Вы даете показательный пример, как можно своим интеллектом, своей головой строить свое будущее. Попасть в образовательный лагерь мог далеко не каждый желающий. Туда брали только самых умных. Например, Ваня Козин попал в смену по биомедицине. А все благодаря его призовым местам в региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Очень много нового. И как и в плане науки, так и в плане общения с людьми, и в плане искусства, вообще всестороннее развитие идет в «Сириусе». Для меня запомнились проект по криотехнологиям, где мы работали с жидким азотом. Также по паразитологии, где мы определяли, какие паразиты есть беспозвоночных. Искали их там, делали ПЦР, и разные эксперименты ставили. Также были специальные курсы сердечно-легочной реанимации. Для нас приезжал человек. Это не проект, это дополнительно было. Ваня в будущем планирует стать врачом. И уже сейчас решительно настроен вновь приехать в образовательный центр «Сириус». Но уже на объединенную смену по биологии, химии и физике. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Более 500 мишек, кукол и машинок, собранных в ходе акции «Подари игрушку», порадовали в канун Нового года детей из многодетных семей. Кроме этого, ребят пригласили на благотворительные елки. Одна из них состоялась сегодня в Центре творчества «Росток». «А бабушке помогаешь? Грядки поливаешь? Давай напишем. Помогает бабушке». Пусть писать еще не научились, зато список добрых дел внушительный. Все листочки в общую копилку, которую отправят Деду Морозу. «Ухожу за котенком. Очень помогаю маме убирать картошку». Уже помогает, но когда повзрослее встанет, и дальше будет продолжать помогать маме с папой. Я летом маме и бабушке помогала выращивать цветы и овощи. И мы с бабушкой потом пошли на благород, и мы собирали огурцы, помидоры, капусту и лук. И потом я помогала маме все это варить. Очень важно делать добрые дела. Одно большое общее доброе дело помог воплотить в жизнь женсовет Чебоксар. Благодаря акции «Подари игрушку» собрали более пяти сотен подарков для ребят из многодетных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целых два подарка. Один из них сладкий, а другой подарок с игрушками. Эти игрушки собирали ребята и родители детских садов всего города. К каждому ребенку подходили индивидуально, по возрасту, по гендерному принципу. Мы веселые ребята, нас зовут снеговики. Очень любим мы веселье на вагоне и деньки. И поэтому для вас потанцуем мы сейчас. Танцы вокруг елки объединили всех сказочных персонажей из современных героя любимых мультфильмов. С особой радостью встретили ребята Деда Мороза. Я спешил навстречу к вам, к моим маленьким друзьям. С Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю! Нашим детишкам города Чебоксары, нашей республики, родителям пожелать предновогоднего настроения, чтобы действительно Новый год пришел в каждый дом, в каждую семью, чтобы каждый ребенок почувствовал приближение Нового года. Совсем не поздно начать совершать новые добрые дела. И тогда новыми добрыми огоньками засияет наш город. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. В столичном парке Николаева прошел фестиваль сказочных санок. На необычные средства передвижения посмотрела наша съемочная группа. Чудо-ванна, карета снежной королевы и даже волшебная печка с емелей. Каждый участник старался сделать свои санки самыми необычными. Популярным героем стал символ года поросенок. Фантазия участников не знала границ. Свинки из картона, из ткани и других материалов. Некоторые фигуры по объемам были вровень, а то и больше самого детского транспорта. Отдельные семьи инсценировали целые сказки. Мы решили изобразить серый волк и трое поросят, но, к сожалению, один учится у нас в школе, и получилось только двое поросят. Фестиваль сказочных санок проходит восьмой год подряд. Его участниками стали более 20 семей. Победители получили вкусные подарки, все остальные – памятные дипломы. В Чебоксарах отгремели теле-елки – уникальное новогоднее представление, которое соединило в одно целое два вида искусства – телевизионное и театральное. Национальная телевидение «Чувашия» поддержала этот проект. Подробности в следующем сюжете. Приходишь в театр, а попадаешь в телевизор. Ученики медиа-центра «Куча Мала» целый год готовились удивлять город. Теле-елки – это в первую очередь интерактивное представление. Зрители получают пульт от телевизора и вместе с главными героями путешествуют по разным телеканалам. Так, вместе с ведущими и корреспондентами национального телевидения «Чувашия» ребята снимают репортаж. Пытаются найти преступников, которые вырубают заволжские ели. Чем мы будем отбиваться от преступников? Они ведь на нас из товаром? Ногами! Ногами! Ничего себе! Голубой огонек на «России-1», шоу первого канала «Лучше всех» и хит последних месяцев всех музыкальных телеканалов в прямом смысле поднимают зрителей с мест. В представлении задействовано 43 артиста от 5 и до 16 лет. Кто-то уже привык к публике, а кто-то на сцене впервые. Я чуть не упала на выступление из-за того, что первый раз вышла на сцену. А я чуть не проспала. Финальный выход. Это большой плюс, огромный плюс выступление на сцене. Поэтому не жалко ни одной минуты потрачено здесь. Когда я выходила на сцену, зрители сильно смеялись. И это даже лучше, чем тебе хлопают. Глядя в глаза смерти, скажи, я толстая. Ты не толстая. Ты тяжеловатая. Но не переживай. Котвора из-за тебя привернулся. Теле-елки – это не только веселье. Это экскурс в профессию журналиста. Ну, друг, вот тебе первое задание. Надо найти новость. Здесь все этим занимаются. Во время представления зрители узнают, что такое новость. К чему может привести недостоверная информация. И что основной принцип нашей работы – не навреди, а помоги. Этот спектакль был особенный. И он не мог просто не вызвать новогоднее настроение. Мария Шоклева, Данил Сергеев и Александр Васильев. Республика. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. До свидания. Огромный выбор курток, пуховиков и дубленок, изготовленных на российских фабриках. На ярмарке верхней одежды «Ермак» представлено более 5000 моделей для мужчин и женщин. Удивляет широкий размерный ряд – от 42-го до 72-го. Укороченный вариант. Укороченный рукав – тренд этого сезона. Он одинаково хорошо смотрится как на дубленках, так и на куртках. Эта модель хороша еще тем, что вот эта вот меховошечка, она на пуговицах снимается. Также здесь рукавчик на молнии, его можно снять. Остается три четверти, можно пододеть либо какие-нибудь кожаные перчаточки цветные, либо свой свитер, допустим, надели яркий и очень хорошо будет. Хорошо будет зимой, если одежда не только красивая, но и теплая, а главное, если еще недорогая. В изделиях используются новейшие утеплители, такие как тинсулейт, биопух, полиэстер. Также в моделях представлены отделки из натурального меха, норки, лисы, чернобурки. Ярмарка верхней одежды «Ермак» удивит вас идеальным соотношением цены и качества. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу Горщебоксара, улица Максима Горького, дом 49. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова